у нас друзья сегодня день открытых дверей но вот не в этом красавцы домики а вот в том который след за ним в доме который нельзя назвать красавцам ничего толком нет там есть 600 тысяч значит они хотят за него он очень маленький он очень дряхленький старенький земли немного мест хорошие ну и как бы эти вырванные годы в общем мы сейчас пойдем посмотрим на этот дом вот мы друзья заходим с вами внутрь я снимаю с помощью камеры gopro светлану мою попросили посмотреть на этот дом он стоит на продаже но я попросили посмотреть может быть поделиться какими-то идеями бардак как обсуждаются вопроса сходит уберут ли это они или это вообще кто должен убирать вот что можно сделать из этого дома вот мы ходим тут смотрим пока что снаружи только такое хозяйство вот как бы остаток двора нам видно но и тут кого-то выселили как нам говорят что было eviction человек который здесь жил его за что-то выселили не знаю за что может быть нам расскажет агент подойдет и расскажет вы видите друзья вот два дома рядом стоят один значит такой ну можно сказать новый а второй который продается и вот то что стоит справа можно сказать в некотором смысле что это то что можно слева тоже сделать если устроить конечно тут что справа находится на угловом участке это не то же самое когда ты стоишь на улице там по-другому строится и отступается по-разному там с разных сторон улице и так далее но в принципе там можно можно что-то такое построить довольно основательно и вы видите что между домом и забором тот дом который продается между домом и забором довольно большое расстояние то есть там можно например там поставить сзади гараж ехать насквозь а можно дом расширить и потенциал там довольно большой вот улице я хотел вам показать это улица пастория это в центре сани вейла это недалеко от улицы лк минорил это в целом очень приличное место и я надеюсь что камера гоупро не такой широкий растр она берет хорошо и вы получите более-менее нормальную картинку такой вот всего что здесь есть вот друзья мы зашли сразу налево такая такой хозяйство кучни что это то что мы видим прямо перед собой это что-то достроенное давайте мы пройдем немножко так вот это место да это действительно какая-то такая но спальне не назовешь но вот явно они просто отгородили часть комнаты вот здесь видим ванную вот тут стима но я не знаю как моя камера в темноте себя поведет в общем все такое в полуразрушенном состоянии да вот еще комната комнаты и комнате так комната и комната метров наверное я бы сказал 14 квадратных у и мама родная так ну тут еще комната еще комната вот это страшное полуразрушенное хозяйство вы спросите друзья кто же то в своем уме за такое 600 тысяч отдаст есть контракторы которые покупают и перестраивают и светлана в этот дом будет большая драка больше 600 тысяч это совсем даже немного для такого благолепия мы еще не были на кухне вот мы заходим на кухню я бы сказал протискиваем ся пробираемся каким-то таким вот это на самом деле вход там впереди вход какому почти сначала в другую сторону кухня ну что сказать друзья вы сами все видите тут не поймешь чего какое-то хозяйство то в общем вот так о плита достойная плита такая нетривиальная вот кухонька и вот тут еще друзья у них подвал вот я могу покажу как я сюда попал вот эта лестница по которой я сюда пришел свет покажись там тебя видно было покажись вот вот откуда я пришел по этой страшной лестнице и давайте я зайду тут свет горел надо сказать ой какой-то верстак ага это тут значит хитр для воды но выпрямиться в полный рост мне не удается а эту штуку вы видели с улицы вот видите тут это тоже выход его можно там убрать и будет выход во двор и такая бетонный такой basement что вам сказать он небольшой тут может быть все вместе метров 8 квадратных максимум 10 и с учетом моего роста я только еле голову держу наверно метр семьдесят тут высоты вот я сто восемьдесят шесть я в принципе вот так могу выпрямиться между балками свет скажи пожалуйста вот что ты думаешь про этот дом смешно сказала продающие агента он сказал что они вычистили уже 80 процентов барахла и рада что осталось в этом доме всего лишь вот этот кошмар это только 20 вот поэтому будем считать допустим что я хочу сказать об этом доме не учитывая внешние виды это за барахло значит что мне нравится мне нравится место где он находится у него хорошие школы у него очень ли что для сани вы его редко по крайней мере из трех школ не обе более-менее ничего хорошо значит он очень близко к парку здесь находится вашингтон парк пешком вот здесь пешком фактически до даунтауна то есть неплохое плюс она тихо вот то есть как location да это уже большой плюс а логично то что мы не можем изменить правильно значит теперь дальше то что мы тоже не можем изменить это вот вот не очень большой где-то 5 2 что конечно лимитирует возможности построения но он так завален и так застроены сараями что ощущение что большой и по нормам там можно построить дом без гаража например где-то 1800-1900 сверху как без гаража но без площади гаража не включая гаража вот значит то что мы имеем хорошем месте до максимальной площади это неплохая площадь как это не очень для трех бедрумного нормально значит три спальни например два два с половиной туалета вот такой дом можно поставить денег будет стоить много да будет стоить но это по крайней мере вещи которые зависят от человека а не как и данность по моему это хороший котальвизм очень хороший проект давай так вот там этот мая который риэлтор она там была в кадре не было но она там был и она показала что этот дом уйдет что-нибудь вот там ну день 800 850 судя по тому что вот недавно совсем рядышком продалось ну намного хуже чем вот это за 751 она говорит что там не обойдешься даже 800 может 800 до 850 так она оценила и вот вот в этом смысле свет как вообще жить дальше понимаешь как я тебе могу сказать все живут по-разному на своем уровне достатка который у них есть значит как мы видим он дом даже продался напротив нас миллион там 410 и в него нужно положить те же самые там 300 400 500 тысяч зависимости того что они хотят построить про это считают допустим они положат там те же 850 еще за 300 но 350 еще построен да получается что за миллион там 150 они имеют новый дом хорошем месте вот и все который так стоил бы сколько сегодня в том районе не приценивался тоже там миллион 300 мяч один же новый отдельная наценка поэтому я считаю что как инвесмент это неплохо другое дело что если у тебя денег нет вообще и ты думаешь у меня есть денег только купить дом за 750 тысяч тогда совершенно непонятно что с ним дело дальше потому что дальше надо в него вкладывать и ремонтировать а если денег нет ну да давай мы ребятам еще одну фишку объясним значит дело в том что одно дело что вы дали оффер там скажем на 800 тысяч и вам продавец говорит хорошо забирай и вот вы должны значит 800 тысяч там все понятно дальше вы идете в банк и банк вроде он вам давал деньги он был 800 ты говорил потому что вы давали 20 процентов да да теперь исходя из того что 20 процентов ты положил а 80 они тебя должны теперь присыл приходит от банка appraiser то есть человек который говорит сколько реально стоит дом даже если продавец отдает его за 800 и вы готовы это заплатить это не значит что банк готов рисковать вместе с вами то есть если вы хотите взять за 600 то что стоит 600 вы хотите взять на самом деле за 800 банк надо говорит знаешь чё мужик тогда вот эту разницу вот эти 200 тысяч ты положи это на стол в down payment то есть теперь у тебя down payment будет там не 20 процентов как ты думала может быть 40 там или даже 50 ну там зависимости то есть я что хочу сказать что вот кроме того что есть покупатель и продавец есть еще банк если вы не покупаете за наличку а вам нужен банк тогда получается что еще оценка этого дома должна соответствовать тому как вот профессионалы его оценивать в частности это относится вот к таким домиком в которых но как бы невозможно проживать сразу вот не то что ты его допустим купил и тут же в крайнем случае сдал в аренду а вот его купил в аренду сдать не можешь там сараюшка на перестройку и все и вот тогда начинаются проблемы правильно рассказывать но надо скачать там как бы хорошие его можно и в аренду сдать сразу там есть там есть еще подземное помещение да я снял я снял использовать как стулья света побоялась то спускаться там лестнице за перелом она очень страшная конечно но это же площадь это же все-таки туда не затекает вода да да там метров 10 квадратных там бетон там я думал там вот здесь это как мастерская как сейчас там до верстак стоит а так в принципе это погреб вот моя она из беларуси риэлтор она говорит ойга дурья бы я бы в таком держала там варенье никто ничего не варит и не солит а вот положить например люди путешествуют небольшую чемодан который не складывается ничего занимает кучу места пустые чемодан то доски просто как кладовку я здесь как гараж грубо говоря ну что ж вот мы и посмотрели на прикольный домик хорошо все договорим скажите привет скажи всем привет